я сделал небольшой обзор ну то есть что там посмотреть особенно понятно что это бленда оригинальная canon es 62 сделано в японии она конечно отличается есть аналоги китайские она отличается конечно в лучшую сторону поэтому стоит чуть ли не в четыре раза там дороже вот но китайские конечно это просто ужас там у них пластик мягкий вот она вот эта бленда состоит из двух частей как вы видите вот этот сам адаптер он металлический ну и пластиковая бленда у китайцев вот эта пластиковая бленда сделана из мягкого достаточно материала и самое страшное что вот эти защелки которые вот нужны вот вы видите да у 4 защелочки которые нужны для того чтобы бленда держалась они быстро стачиваются вот из-за того что некачественный пластик вот и потом бленда просто падает вот но и сам механизм вот который утапливает их при когда надеваешь бленду на адаптер но вот он тоже ломается механизм просто там такое кольцо пластиковое как пружинка такая сделана вот то же самое есть у китайских внутренняя поверхность блестящая поэтому бликует очень сильно хуже чем даже само солнце лучше обходиться без бленда но вот а здесь вот видите он как бархатная такая поверхность внутри вот специальная обработка специальная которая поглощает как бы свет вот ну и вот этот профиль тоже у китайских часто бывает ну вот здесь как бы резьба внешняя резьба 52 миллиметра под светофильтры да который который на объективе допустим и внутренняя есть резьба тоже 52 миллиметра так вот у китайских blend вот этот адаптер у нее то ли плохо сделан профиль сам резьбы там ну или может быть штамп как бы сбивается постепенно когда они там штампуют вот и эта резьба вот потом когда вкручиваешь в объектив можно вкручиваешь вроде вкручивается а потом выкрутить нему невозможно клинит насмерть просто насмерть вот ну короче но зато они стоят очень дешево там в районе 300 рублей вот не знаю надо экономить и ног каждый думает каждый каждый решает сам для себя вот ну что покажу просто примерно как это выглядит когда эту бленду как бы прям одеваешь на объектив он вот у меня правда вот есть полтинничек такой да это тоже canon 50 миллиметров 1 и 8 вот так видно туда только это mk1 то есть вот эту бленду я кстати брал бы это бленда она сделана специально корпорации canon для объектива 50 миллиметров 1 и 8 второе издание вы знаете это очень популярный объектив есть аналоги тоже китайские но вот популярный объектив там у него как бы фокусировочное кольцо прямо на краю объектива поэтому нет никакой прорези вот как здесь допустим под установку бленды там значит там невозможно поставить поэтому люди приходится людям приходится покупать такие резьбовые бленды там резиновые помню ну конечно это ужас все время вкручивать выкручивать это конечно как ослика и входит выходит неважно вот я просто покажу как то выглядит на примере этого объектива немножко отличаются конечно это ведь и вообще полноценно я считаю тут карбоновые мне нравится и я вот как раз купил это объектив поэтому продаю бленду для mk2 то есть до второго издания полотенник но вообще-то в принципе вот это это бленда она как бы реально может спокойно работать на гелиусах там которые от мануальные знаете сейчас очень многие любят через переходник устанавливать гелиусы юпитер мир ну главное чтобы резьба была вот под светофильтр по светофильтр 52 миллиметра ну вот вот видите сделал японии объектив хорошая штука ну вот что что мы делаем да все очень просто естественно вворачиваем вворачиваем как бы адаптер в объектив вот пожалуйста можно уже работать вот это как бы обычный объектив вот сюда если даже не многим надо защитить как бы линзу переднюю мы можем навернуть защитное стекло кстати можно делать по-другому можно чтобы защитное стекло стояло перед адаптером то есть вворачивать сам адаптер в защитное стекло я делаю так чтобы специально было пониже вот это вот этот профиль вот ну и дальше все понятно надеваем надеваем бленду на адаптер и получаем вот такой прекрасный на мой взгляд красивый просто даже вид объектива который спокойно работает снимается работает без бленды точно также одевается то есть очень удобно на мой взгляд все рекомендую